5 ноября друзья мои всем привет вот мы уже в лесу вот катя вот мой автомобиль а вот белый гриб сразу же возле авто белый ли это гриб катюш белый просто просто это белый гриб который следит за собой а так когда я прикоснулся к нему сразу не подумаешь что белячок такой худенький как я в молодости сегодня четверг прекрасная погода дождь не моросит но пасмурно мне нравится катюша как просто королева леса это конечно не можете расстраивать это обилие людей ну что ж ты сделаешь лес-то в общей вот этот участок леса когда-то горел уже травка зелененькая здесь появилась будем пытать удачу сначала здесь так на земля горела да но пока вижу здесь по вылазили одни мухоморы красавцы он как выгнулся есть еще бледная поганочка кстати вот она тут не одна что мне удалось отследить это то что белые грибы идут массово тогда когда именно и бледные поганочки идут массово и зачастую они даже рядом вытыкаются так но здесь вот на этом сгоревшим видно два масленка вылезла сгоревшие место не привлекательные люди сюда не так охотно бегут этим мы и воспользуемся сегодня масленок довольно неплохой второй его сосед еще лучше то что сгорело кстати я вам скажу с одной стороны она работает даже как удобрение многие огородники знают что добавляет пепел специально но сгоревшим мы видим только бродяг маслят белых пока не видно ну надежда есть я исследовала вот этот вот периметр думаю наверно тут ничего не попадется и вдруг иду я по тропинке а тут посмотрите я прям чувствую как он пахнет еще мы видим здесь зеленухи сегодня братья их не хочу их мы будем брать уже когда совсем без грибья начнется в общем люди если хотите подлохматиться маслятками в тот период когда лес буквально наводнен грибничками идите не стесняйтесь не брезгуйте на сгоревшие почвы ну правда который не только сгорели а там пару лет назад посмотрите какие объемные красавцы здесь вас будут ждать единственной проблемой увидишь является то что я знаю этот секрет теперь вместе с вами сейчас секунду вот обрезал ножку темненькую а тут он шикарный добро пожаловать корзин грибы как цветочки где не вижу грибные ромашки так но на сгоревшим лазить конечно интересно хочется не теряя времени и найти что-то хорошее все-таки наверно пойдем мы в лес покрасивее тем больше оси вот ни одни мы такие умные прикольно как вот подойдя к такому реденькому осенничку подойдя увидел гриб маховик кто-то из вас его называет решитка но это маховик вот зачастую зачастую они червивые но этот хороший сейчас уже прохладно черви не так атакуют мне он понравился поэтому я его возьму вот не постеснялся я спуститься в низиночку где я увидел мухоморчики а также мой благороднейший беляж я уже вижу свет что это беляж вот такой как он дорого смотрится согласитесь те из вас кто мне пишет оскорбление ты вырываешь с корнем я как верующий человек вас всех прощаю рекомендую вам обратиться в интернет за информацией как правильно собирать грибы зла на вас не держу вот только осенью можно насладиться такой красотой среди зеленых сосенок золотой дуб а под дубом такая прекрасная женщина кого-то он мне напоминает своим окрасом процессе побега от скопления грибников зашли в такое место я вообще не пойму где мы места какие-то мертвые раз будем стараться выйти отсюда вроде бы вдалеке виднеются вершины вершины живых деревьев катю чуть ли не толчками в плечо мягко говоря поторапливаю к человек еле идет мягко говоря я уже нервничаю наконец-то вылезли с этой мертвой земли уже успели поскандалить разговаривать больше сегодня не будем шарик какой-то песик нас вывел настоящая реалити в чем суть проблемы куча людей машины ездят по лесу даже там где никогда в жизни не ездили я с одной позиции локации хочу быстро перебежать на другую но моя матильда служит мне якорем Катя давай быстрей давай быстрей она еле передвигается я не могу у меня уже компа в горле занят своими негативными эмоциями я настал вот такой вот грибочек я не потеряю наконец-то дотянул как бурлак на волге катю на нужное место тут грибников не меньше но тут хотя бы попадаются грибы в данном случае это белячок который вылез под дубочком под молодым как прошлой моей грибалочки я показывал вот зашли в болотистую местность нервы успокаивает мне только подосиновичек кто-то ему изрядно пожевал гиминофор но в целом хороший гриб пришла пора разнообразных рядовок сыроежек кто-то сбил и красный и зеленый они растут массово ну вот красные летом попадаются но зачастую все червивые сейчас я традиционно веду катерину в болото через плодородную заводь если там еще никого не было то мы сейчас обязательно там что-то найдем здесь трава упала их очень хорошо стало видно и они стали легкой добычей для грибников может быть кому-то удалось уберечься и вот какая радость мои дорогие шикарный подосиновик смотри катя как он изворачивался чтобы остаться нетронутым но как там где очень прекрасный экземплярчик порадовал меня я смотрите нечаянно нашел такой а может он изворачивался ради меня спасибо тебе да вот из по встречались даже вешенки ну совсем мало и белеет чьи-то автомобили меж ветками я увидел какой-то экземплярчик думает о масленок а может быть и нет посмотрите здесь подумал и вот это это маслята такие крупные они замаскировались под коричневые листья эти да их совсем не видно ну берите то тут ты нашла а этот экземпляр нашел я мой старый тут и останется этих красавцу катя заберет а ну хорош прекрасно а большой поедем да не ну он ножку срежет нормальные какие-то букашечки какашечки мне кажется это рядовочка море море людей смотрите хотел все показать вам что-то необычное для меня необычно это длинноногие маслята высокие стоят стройные красивые удивительно масленок среди этого всего гвалта мне все таки улыбнулась удача я уже отдалился от болота болото вон там я иду дальше от него и помню что здесь когда-то росли белые грибы и что вы думаете я тут узрел сейчас покажу он зажат между двумя тонкими осеньками он здесь не один он здесь не один а с братцем вот такие вот красавцы так как же его сейчас покажу их полный рост это просто нечто нужно идти дальше от болотца болотца уже ограблено я видел своими собственными глазами признаюсь честно вспомнил об этом месте а вообще вспомнить мне помогла вот эта улика кто-то нашел здесь белячка и и улику оставил а у меня тут двойной джек-пот вот эти длинноногие парни встречаются зачастую именно в лиственных деревьях вот идем на такой полуостров сейчас посмотрим проверим но по пути тут ну это за гигант это подосиновик гигантский наверное который уже давно свое отжил или это белый белый был ё-моё распадающийся пусть он тут пораносит офигеть да вот рядышком в траве густой чуть не наступил моложе беляшек вот я его расшатал сплюснутый класс да вот зайдя немножко глубже осинник перемешку с березками красная шляпа показалась это мой коронный подосиновичек родименький мой все-таки не зря мы пришли в это местечко я первый увидел хе-хе-хе-хе-хе Катя тебе видно смотри красота я говорю как пошли знаю где белые ну скажем не белые а белый тихая охота это не назовешь мы уже всех грибников знаем по именам хе-хе-хе где находится Коля где Оля где Алена а где Леша ну несмотря на это все вот такие вот красавцы попали все же ко мне в эту удачливую корзиночку а Катюше менее красивые попали да маслята бродяги ну вот есть один беляшик вижу и тоже подосик второй беляшик третий манюсенький беляшу и вот еще а четвертый ну извините тут он кто-то резнёй занимался белые да Дима тут были а я тут нашла маленького маслянку вот это вот а тут вон смотрите ох какой красивый ух ух ты класс ух ты я говорю катюш давай зайдем в лесочек давай смотрите какой черненький как негритёнок как негритёнок маслёнок как я люблю мясистый мы решили разделить эту полоску леса катя с одной стороны он кстати поехал артём катя с одной стороны я с другой иду когда-то я здесь находил белячки находил здесь подосиновички а сейчас я нахожу здесь масляточки и вот рядом под под сосенкой виднеется еще один молодец катюша тебе тоже там попадается сразу говоришь что дима не зря привел хорошо не зря я видела такого красавца а я говорил что они коричевеньки да коричевеньки красивый такой очередной разочаровавшийся грибник неужели нашла что-то катюша разрывая бугорок а там беляшок я тут смотрите какой маленький симпатичный будем наверное мы с вами уже прощаться на сегодня на сегодня хватит сегодня улов не богат ну и не беден зато вы посмотрите какие экземпляры покушать будет чего будем очень рады вашему лайку комментарию всем пока 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 пока